С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 12 мая. Международный день медицинской сестры. В день рождения английской сестры милосердия Флоренс Найтингейл, которая организовала в Турции уход за раненными солдатами союзников, последовательно внедряя принципы санитарии, за счет чего тогда снизилась смертность. Со временем она основала первые курсы сестер милосердия Англии. Сегодня Найтингейл известна как основатель профессии медицинских сестер, инициатор реформы госпиталей. В нашей стране на плечах медсестер лежит огромный груз современных медицинских проблем. И мы не всегда их замечаем. Ведь сами врачи без помощи медицинских сестер вряд ли смогут помочь в полной мере каждому из нас. Сегодня день экологического образования. А теперь о родившихся в этот день. В 1874 году родился Клеймен Спирке, австрийский педиатр, который предложил для диагностики тест реакции Перке с использованием туберкулина для кожных проб с целью выявления инфицирования человека микробактериями туберкулеза. Он также ввел понятие аллергия от греческого слова «это реакция на чужое» для обозначения необычной активности организма на действия фактора внешней среды. Кстати, сегодня словом аллергия мы все с удовольствием бросаемся. Не всегда вдумывается, что это означает. Научная и особенно общественная работа доставили ему такую популярность, что при последних выборах он даже считался самым вероятным претендентом на место австрийского президента. Но неожиданно в 54 года директор Венской детской клиники Перке совершил суицид. 1933 год. В этот мир приходит Андрей Вознесенский, поэт. Первый сборник «Мозаика» был издан во Владимире в 59 году и навлек на себя гнев властей. Редактора Капитолину Афанасьеву снимают с работы и даже хотят уничтожить тираж. Второй сборник «Парабола» выходит уже о Москве и сразу становится библиографической редкостью. Во время встречи Никиты Хрущева с интеллигенцией Вознесенского приглашают на трибуну. И Хрущев после первых же слов 29-летнего поэта оборвал его и стал обвинять в антисоветчине. Под аплодисменты большей части зала он кричит «Убирайтесь вон, господин Вознесенский, к своим хозяевам». Но Вознесенский остался и стал великим поэтом. Жест бессловесный, безмолвный мой крик слышат не уши. У кого есть они напрямик слушают души. 1983 год. Алина Кабаева приходит в этот мир. Российская спортсменка, гимнастка, олимпийская чемпионка, общественный деятель. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1937 год. 12 мая компания BBC проводит первую в мировой истории прямую телевизионную трансляцию. Показывают церемонию коронации английского короля Георга VI. 1943 год. Вашингтонская конференция Черчилль и Рузвельт подтверждают намерение не открывать второй фронт в Западной Европе в течение 43-го года. И устанавливают ориентировочную дату его открытия 1 мая 44-го года. Но в реальности все произойдет только 6 июня 44-го высадкой англо-американской экспедиционных сил на территории Северной Франции. Это нормандская десантная операция. Ну а в 1944 году в этот день советская армия завершает освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Если в начале войны немецким войскам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть героически защищавшимся Севастополем, то в 1944 году советским войскам оказалось достаточно всего 35, чтобы взломать мощные укрепления в Крыму и очистить от противника почти весь полуостров. 1998 год. Президент России Борис Ельцин впервые выступил в интернете. Ему задают около 10 тысяч вопросов, а он отвечает, всего на 14 из них общается с пользователями около 40 минут. Борис Николаевич во время конференции находится в радиостудии в Кремле. Ему помогают два переводчика. Интернет тогда был доступен не всем. В России им пользовались через довольно медленные модемы, которые подключались к телефонной линии. Теперь это уже история страны и история российского интернета. Ну а в 1999 впервые в спортивной истории московских лужников финал 28 сезона Кубка УЕФА. В матче встречаются итальянская Парма и французский Марсель. Этот футбольный матч становится первым финалом европейского клубного турнира, который проходит в России. Многострадальный закон об обязательном страховании 12 мая наконец утвержден правительством. С 1 июня водителям не удастся пройти техосмотр или зарегистрировать машину без специальных наклеек на стекле и соответствующих документов, подтверждающих акт страхования. Все это происходит в начале 2000-х годов. Базовый тариф без малого 2000 рублей и варьируется в зависимости от региона стажа вождения, возраста водителя, а также мощности автомобиля и так далее. Например, для владельца базовой модели «Жигулей» в году так 2004-м, которому больше 22 лет и которые водят больше двух лет, обязательный полис обошелся бы в 3972 рубля. 2010 год. Запущен национальный домен верховного уровня для России, точка РФ. Первый в интернете домен на кириллице. Это национальный сервис верхнего уровня для России. Все имена второго будут писаться только кириллицей, в отличие от существующего домена точка РУ. При этом до сих пор еще работает СЮ, точка СЮ. Он был зарезервирован для СССР. Сейчас он работает как национальный домен верховного уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. Ну и последнее. 1664 год. В Парижском театре Пале-Рояль в честь Анны Австрийской, матери Людовика XIV, проходит премьера комедии «Тартюф», написанной придворным драматургом Жаном Батистом Мольером. Пьесу оценили как очень занимательную, но по настоянию клерикалов, которым присоединились парижский епископ и сама королева-мать, впавшая под старость, говорят, в ханженство, к дальнейшему показу запретили. Людовику же Тартюф чрезвычайно понравился, и он неоднократно просил матушку епископа снять запрет. Постановку вновь осуществили лишь спустя пять лет после смерти Анны Австрийской. Когда послушаешь его нравоучения, то, как ни поступи, все будет преступление. В своем усердии он судит все и всех. Он судит правильно и осуждает грех. На путь спасения он хочет всех направить. Посмотрите или почитайте Тартюфа. С вами был Николай Пеменко в проекте «Дата».